всем привет вы на канале пользы нет меня зовут сани здесь только быстро обзоры и долгие стримы сегодня у нас один из таких долгих стримов мы с вами будем обсуждать какие по моему мнению смартфоны идеально подходит для съемки в первую очередь роликов потому что я занимаюсь блогерством как вы прекрасно знаете основной канал вы сейчас видите триста двадцать четыре тысячи человек всем кто пришел сегодня стрим будет долгий и мучительный сначала я расскажу 20 вещей на которые необходимо выбрать обратить внимание при покупке смартфона для съемки и разумеется буду это показывает все дело на примере каких-то смартов разумеется буду показывать вам это все дело вы видите в правом нижнем углу на примере каких-то настроек и всего остального но самое главное что вы всегда должны понимать мое мнение это мнение человека который снял ну больше тысячи роликов на ютюбе по поводу техники то есть если вас интересует как делать клипы какая техника лучше подходит под этого делай либо разумеется если вам интересно насколько хорошо или плохо может снимать тот или другой фотоаппарат у меня на фотоаппарат всего один обзор вот единственное на него сейчас и стримлю если брать смартфоны их у меня море и практически 95 процентов того контента который вы видите у меня на ютюбе на канале было снято на эти смарты это каким образом я их подбирал это отдельная история они я вам сейчас расскажу и здесь не будет ничего по поводу размеров сенсоров я как раз расскажу что это не особо и важно опять же не только по моему экспириенсу я не расскажу вам о том что лично для меня телевик вообще бесполезная вещь также как и макро модуль может быть портретник еще кому-то там что-то там но это лирика не лирика это те вещи которые я опять же структурируют для вас не забываем прожать лайк тысячу лайков наберем оставлю этот стрим наберем 3000 лайков за неделю я повторю этот стрим уже с чем-то другим по поводу другого был уже на канале стрим с 30 правилами выбора в принципе смартфонов он людям зашел 30 тысяч человек уже посмотрел уже почти 3000 лайков его я оставлю если брать по поводу звука пишите звук плохой хороший все практически не слышно звука добавить без проблем вот сейчас пишите как звук раз-два-три-четыре-пять вам достаточно если достаточно буду продолжать что так тихо напоминаю что это все формате стрима стримлю я довольно просто громче еще громче чуть громче нет уже и так достаточно громко я думаю что все окей давайте начнем пожалуй все-таки стрим еще раз напоминаю меня зовут сани еще раз напоминаю 1000 лайков оставляем стрим 3000 лайков повторяю это действие и я думаю следующее будет вопрос какой игровой смартфон лучше приобрести вот 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 он допустим этот или рок у меня вот лежит рокфон 6 то есть что-то из этого дела вы сможете выбрать начнем по военному по-быстрому первая система как скидывать через вай-фай провод или еще что то почему я об этом вам сейчас говорю потому что практически все будут снимать в 4к 60 fps файлы при этом будут ну очень тяжелый и мало того что они будут тяжелые так помимо того что они будут тяжелых будет долго необходимо скидывать если вы будете скидывать с айфона какой-нибудь файл в 4к вы замучаетесь он у вас будет слетать да и вы можете аирдропом опять же будет слетать вы можете попытаться ну не у всех мне не везет вы можете через кабель опять же все это для долго и мучительно то есть если вы планируете снимать вообще что-либо неважно что и не с карты памяти которую вы тоже замучаетесь снимать вытаскивать и вставлять смартфон обязательно обращать внимание на то чтобы тайпсишник у смарта почему а рок показываю потому что здесь есть тайпсишный вход на версии 3.2 или 31 еще обзора не было будет так вот обязательно смотрим если этого нет я к этому еще вернусь у вас должен быть гигабитный интернет и проще всего выгружать при любом раскладе на какой-нибудь драйв на какой-то диск на облачное хранилище оттуда уже скачивать на компьютер потому что в противном случае вы просто очумеете не забываем всем кто приходит ставит лайк огромное спасибо что пришли и помним тайпсишник смотрим какой вход да вы вроде бы приобретаете смартфон для того чтобы снимать видео но это это ультра важно вы очень сильно устанете если это будет не так защита от влаги по мне эта вещь обязательно у меня будет в топ-10 смартфонов в конце я вам расскажу что по моему мнению лучше всего для съемки так вот в топ-10 смартфонов у меня будут смарты без влагозащиты но это только потому что с влагозащиты они стоят ультра дорого и вопрос дня насколько вы потянете возможность приобретать с защитой от влаги по мне для съемки вот для съемки не рекомендую опять же apple хотя по мне это самый идеальный на мне для меня лично для моей съемки аппарат 3 pro и 13 pro и 13 pro max так вот маст хэв то есть вторая вещь обращаем внимание на влагозащиту она есть все хорошо ее нет все плохо третье это максимальное разрешение для съемки на данный момент вы не имеете возможность к сожалению к сожалению приобрести что-то что не имеет возможности снимать в 8к 30 fps или 24 fps почему потому что это запас то есть вам минимум необходимо для смартфона чтобы он поддерживал потом в перспективе съемку в 4к не в 4к а если это для видео в 8к потому что вполне возможно вы будете все это дело смотреть не один день вот видите ультра hd есть то есть если вы обратите внимание даже на игровом red magic есть ультра hd 8к то есть даже в игровых смартах уже добавляют функцию съемки 8к почему потому что сегодня эти телевизоры стоят космос под 8к завтра они будут стоить копейки это раз а два всегда можно кропнуть чем больше вы берете разрешение логично я 8к не снимаю почему потому что компьютер просто очумеет рендерить что-то дач умеешь резать какой бы у тебя не был крутой комп хотя 3080 я я все-таки купил и ожидаю ее буду еще один собирать при любом раскладе нужно снимать в 4к 60 fps но чтобы это было комфортно лучше подбирать смарт и с которой имеют возможность снимать с более крутым разрешением следующее это третье на что мы обращаем внимание это максимальное разрешение для съемки 4 8 очень важная штука это сколько fps в 4к что это значит если вы возьмете любой смарт вот самый даже наикрутейший и попытайтесь снимать допустим в 4к и после этого сейчас 5 секунд я смотрю как здесь настройками ладно не буду мучить это дело так вот если вы найдете смарт в 4к чтобы он снимал и 120 fps не в 60 это будет просто круто то есть допустим ван класс 9 pro сейчас лучше снимать в 4к 60 fps точнее 120 fps чем в 60 это раз и два вы прекрасно понимаете что смут плавность картинки от этого просто нереально конкретно выигрывает еще раз всем привет кто дошел отвечу на вопросы в самом конце стрима не забываем про жать лайк тысячу лайков стрим оставляю я думаю мы доберемся до этой заветные цифры а следующее четвертое заполнили сколько fps 4k вас не волнует сколько fps 8k 24 30 60 вас волнует сколько fps 4k потому что 4k 120 fps реально компы вывозят для рендеринга это опять же мой experience это то как производится мои ролики дальше ограничения по съемке это номер пять почему я об этом говорю потому что допустим в 4к 60 fps у некоторых моделей ван классов ван класс 9 pro к слову год назад было ограничение по съемке когда вы пособираетесь приобретать допустим ноут 3 для съемки редми ноут 3 neo 3 точнее вот вы всегда должны помнить что вполне возможно это дело будет иметь какое-то ограничение по съемке сейчас я вам покажу как это вполне возможно будет выглядеть надеюсь выглядеть так это дело не будет но вот 4k 60 fps вы включаете здесь не написано что есть какое-то ограничение то здесь она отсутствует мы сейчас кстати включим и посмотрим сколько это дело будет идти но есть смарт и у которых это ограничение есть и как вы понимаете ограничение это плохо насчет громче еще микрофона смысла не вижу потому что я перепроверял микро норм всем приветища не забываем про жать лайк и не забываем если смотрите все это дело комментариям поддержать канал потому что я понимаю что стримы эта вещь специфичная но с другой стороны вот больше информации вам дать в ролике при любом раскладе не смогу плюс здесь параллельно на вопросы какие-то отвечу и одним кадром все-таки интересно согласитесь 6 как быстро разряжается перегревается по 4k 60 fps это тоже картина маслом многие смартфоны могут снимать в 4k 60 fps но допустим летом очень большая проблема они там через три-четыре минуты будут поставить показывать вам перегрев у вас какая-нибудь динамическая картинка либо вы снимаете не знаю гонки еще что-то и соревнования и у вас просто перегрелся smart ну согласитесь что это прям мрачный мракобесная печаль андрей вот зачем нужно 120 fps вы 05 скорость ставите и у вас 60 fps получается сразу видно что вы не монтировали никогда ничего без без оскорблений я передаю свой опыт 120 лучше чем 60 ты растягиваешь у тебя получается слоумо которое не слоумо но там да там теряется это не 60 fps будет но при любом раскладе у тебя картинка будет цвет блеск красота 120 fps 4k это считаете как ладно я думаю кто кто понял тот понял сколько видов так как быстро разряжается и перегревается вы уже поняли то есть разряд идет довольно быстро сколько вы одним кадром сможете снимать данным смартфоном это вопрос сколько будет весить файл но это уже другая история но тоже про нее необходимо знать потому что если вы планируете не кусками там по 35 секунд снимать одним кадром допустим как я сейчас стрим веду часа два то вполне возможно смарт вас будет перегреваться очень яркий тому момент кстати по поводу твича и на твиче стримлю игры со смартфонов и параллельно если играть в смарт и стримить на твиче он перегревается и вырубается и выкидывает из твича то есть он сбрасывает лишнее чтобы уменьшить мощность процессора уменьшить температуру к чему это все это все лирика не лирика помним вам важно шестой момент это как быстро перегревается и в 4к 60 fps смартфон ну и какой запас 7 сколько видов стабилизации когда она включается сейчас объясню если получится вот здесь не слышно у айфона 13 pro max но здесь есть на ширике на не ультра ширике а на ширике это основная камера оптостаб и вот оптостаб он всегда должен шум но он всегда шумит просто нужно прислушиваться потому что там если вы посмотрите как все это физически сделано он не может не шуметь допустим у 12 с ультра он конкретно шумит но не об этом рассказ рассказ о том что оптостаб работает в каком-то режиме супер стаб просто стабилизация все это кропает картинку но включается она опять же только в определенных режимах если вы собираетесь снимать какое-то активное действие у вас нет стабилизатора к слова почему-то его не положил сюда но я думаю вы понимаете о чем я ручной хотя бы за 3000 рублей лучше диджай всегда даже если это какой-то дешевый диджай там мой юзер экспириенс о нем я тоже расскажу это же покажу почему так вот вам важно однозначно для любого из вас в каком виде и когда включается стабилизация есть смартфоны которые в 4k вообще нет нет стабилизации есть смартфон у которых есть обычная стабилизация вы обращаете на это внимание если вы собираетесь снимать в 1080p что и считаю неразумным то вам все это неважно если вы собираетесь снимать 4k смотрите если оптостаб если хотя оптическая стабилизация опять же у ван классов допустим у девятки изначально работала хуже чем цифровая стабилизация у 9 pro точнее у 9 pro цифра оптическая работала хуже чем у девятки цифровая и об этом не один человек говорил но опять же все равно когда у тебя есть физическая стабилизация о айс то потом у тебя как у программу допустим ты производишь смарт и у тебя больше вариантов как допилить прошивку чтобы снимал телефон класс но вот следующий момент как включается когда вы смотрите обычно их три вида и по большому счету главное чтобы хотя бы одна была на 4к 30 fps или 60 ну лучше 60 fps тогда вы сможете нормально снимать если стаба не будет то даже вот такой стабилизатор ручной он не до конца помогает она все-таки нужно следующее 8 пункт это в бюджет сразу стабилизаторы с bluetooth кнопкой то есть когда вы покупаете смартфон если вы планируете что-либо снимать вне зависимости от того насколько вы крутой оператор вы там 140 килограммов веса держите там просто супер в металлическими руками этот телефон у вас даже телевик не не двигается никуда вам при любом раскладе необходим стабилизатор любой я специально не оставил ссылок но лучше диджай мое мнение бушный на авито за 35 тысяч рублей можно найти всегда и вы всегда это должны оставлять в бюджет то есть вы покупаете с марта стабилизатор если вы планируете снимать более-менее потребное видео нет вам это не надо опять же можно купить гопро хую снимать с ней но у меня чуть другой подход и объекты допустим какие-то именно объекты железки снимать этим делом неудобно дальше возможность подключить мне внешний микрофон а здесь магия в том 5 секунд что если вы допустим будете на smart снимать влог ну или не влог а вы будете ходить по улицам и снимать и записывать аудио вот допустим родовский микрофон я считаю что самый популярный один из самых популярных есть отдельные кабеля кабельное хозяйство кабель для яблока есть отдельный кабель для того чтобы ресивер подключать к телефону и вот магия в том что эти штуки работают не со всеми смартами то есть да при определенных танцев с бум нам при том очень серьезных вы можете подключить допустим это дело кван классом но он классы с родами лично у меня работают ужасно все то отвала еще что-то лучше всего работает с родами яблоко но опять же что стабилизаторы еще что-то первую очередь программное обеспечение пишется под яблоко потому что это основной рынок и вы можете со мной спорить не спорить но вот вот так что стабы диджай что родовский микро лучше всего лично у меня работают с ябло фонами яблоко фонами так вот когда вы будете приобретать какой-то микрофон помните что вам необходимо узнать если вы планируете опять же ходить по улицам спрашивать что-то либо подключать двух человек не знаю опрашивать кого-то давать этот микро вам нужно знать сможете ли вы подключить этот микрофон это важно следующий десятый момент от возможности установки сторонних приложений диджеком я их оптимизация это очень важный момент почему потому что вопрос остается открытым в чем вы будете монтировать те кто когда-либо монтировал хоть в какой-то либо программе они прекрасно знают о чем я говорю то есть проще говоря если вы будете снимать и стоком вот допустим яблоко у вас есть вот вы берете яблоко и снимайте на него в стоке без всяких сторонних программ у вас кодировка одна не все к сожалению имеют возможность допустим и дабом последним пользоваться обновлять его ну по-моему вообще платную вариант закрыл не все файлы читаются всеми редакторами видео и чтобы не потом не мучиться всякими вовая в моваве не пытаться все это делать декодинг и ну 300 раз менять формат файла и рендерить заново файлы вам необходимо будет скачивать программы вопрос дня если вы допустим снимаете для шотов какие-нибудь иншоты все остальное вам вообще не важно вы прямо с телефона и будете монтировать если вы валь монтируете чего-то другого то кодировка этих файлов для вас важно особенно это важно на яблоки здесь все решается очень просто ты качаешь диджай заходишь через помощь и он сохраняет файлы в другом формате с другой кодировкой которые понимают все если вы приобретаете какой-то другой смартфон там может быть другие подводные камни и вам просто необходимо потом на форумах уточнять кто-нибудь монтировал уже с этих устройств файлы в 4к желательно в 60 fps если там возможность установки программ под стабилизаторы может быть какие-то глюки вылита еще что-то такое к сожалению бывает и это к сожалению важно опять же для съемки видео именно для съемки следующий момент 11 это отзывы что происходит с качеством видео при скидывании в те или иные программы и те или иные соцсети это вопрос скажем так больше про самсунге почему потому что есть у вас допустим фронталка такая волшебная прекрасная фронталка смотрите в они на нее с счастливым лицом и снимаете допустим снимайте вы на нее все вроде бы круто сейчас я еще раз активирую не хочет почему-то у меня сейчас 5 секунд razor отказался выводить картинку ну ладно почему это все тогда здесь буду показывать если у вас происходит печальная очень штуковина из разряда что качество падает вполне возможно это мать не магии электронов это оптимизация вот допустим фронталки у яблока и у самсунга пишут в таком кодировщики что при выгрузке в запрещенную соцсеть я думаю вы понимаете какую видео и фото кажется намного лучше и это не какая-то магия электронов это и правда имя оптимизированные кодеки я если вы когда-нибудь когда-нибудь будете этим заниматься вы поймете о чем я но проще говоря если у вас есть топовые бренды такие как samsung apple даже huawei они более оптимизированы под одни или другие соцсети и те кто этим занимается профессионально у кого миллионные каналы том числе на ютюбе кстати обратите внимание есть блогеры которые тоже не скрывают что они снимают на телефоны и обратите внимание на что они снимают преимущественно кстати но я в конце скажу кто на что снимает чтобы вы понимали о чем я вообще рассказываю не забудем про не забывайте поражать лайк мне кажется 1000 лайков мы не наберем придется снести этот стрим но это не критично главное что мы с вами все узнали почти все следующий момент запомнили что вам необходимо читать отзывы это непростой момент это нужно определиться насколько ты готов вообще заморачиваться с картинкой если тебе все равно на картинку вот допустим я снимал поначалу мне было вообще неважно главная информация у меня так в принципе осталось то есть я не заморачиваюсь какими-то супер объективами я не покупаю себе альфу люди с 20 тысячными каналами заморачиваются с картинкой в миллион раз больше почему потому что я за информацию то есть но это мой подход картинка у меня не самые ужасные я считаю на ютюбе у меня при том еще очень много видео примеров всегда в роликах и поэтому я понимаю что при любом раскладе к сожалению youtube скажет мне что друг у тебя все равно ролик не супер ского качества потому что там слишком много примеров видео от телефонов поэтому мне это не особо актуально но вам вполне возможно 12 пункт это разрешение расширение объем памяти забиваться она будет моментально если вы будете заниматься съемкой это так вы можете подключать внешние флэш носители вы можете как я говорю постоянно скидывать на google диск либо на другие облака неважно какие через вай фай даже гигабит на интернет но все у вас будет забиваться миллиард процентов моментально если вы будете заниматься видео так самое важное в этом моменте если вам повезет и то что вы выбрали будет иметь возможность поддерживать карты памяти и такие флагманы есть допустим для примера huawei по 50 про я против harmony у с мне больше нравится когда у меня есть либо ios система либо google сервисы но несмотря ни на что и вопреки всему но это удобно когда у тебя есть к физическая карта памяти пусть она дорогая но ты можешь купить ее и решить все свои проблемы во всяком случае одна из проблем серьезных отваливается сразу самое интересное что обычно бренды которые встал позволяют тебе вставлять физическую карту памяти в телефон они еще помимо этого еще и позволяют тебе с тайпсишника довольно крутого иметь возможность скидывать но это тоже лирика следующий момент это освещение для фронтальной основной камеры что это такое и чем это едят вот вы видите лет вспышку правильно круто иногда у смартфонов для фронталок есть еще у фронталки лет вспышки обычно это какой-то дешман 3 эшелона in phoenix там еще что-то а потому что топа имеют возможность подсвечивать опять же я имею ввиду самцы яблоки экраном экран у них довольно яркий но при любых раскладах вот подобный свет сзади на аккумуляторе у меня любой любой просто подобный свет это в 10000 раз лучше картинка будет чем если вы приобретете любой просто любой телефон с флешем то есть вам при любом раскладе вот допустим вы покупаете клетку клетка не знаю не покажу вам почему потому что на стоп это можно вешать вот так вы вешаете здесь лет освещение здесь у меня тоже где-то лежит она но это все неважно так вот вы вешаете лет лампу лет лампу либо ставите допустим на какой-то штатив переносной но чаще всего ее вешают эту штуковину и лампой освещаете уже есть вот такие вот штуковины с аккумулятором они мощные их берут по 2 штуки аккумулятор вставляют и с ними ходят до при других любых раскладах сколько бы я вам не снимал примеров съемки на ю тюбе сколько бы вы не слышали что вот этот смарт вывозит видео не вывозит ничего видео все видео какие-то штуковины которую вы видите в съемках даже фильмов они все с освещением потом все это дело закидывают накидывают маски накидывают после этого фильтры и вы уже видите конка конечный продукт по факту свет нужен без света никуда если вы планируете снимать в недостаточном освещении то вообще забудьте о съемке при любом раскладе вам в помещениях необходимо будут лампы при любом раскладе вам в помещениях необходимо будет позади лампа и я бы на это не заморачивался но опять же я обязан вам сказать что чтобы получить приличную картинку не вот такую как ну вот эта колхозная картинка с одной стороны с другой стороны я думаю что учитывая какие у картинки были до этого а там было все марка мракобесно сейчас еще более-менее не забываем прожать лайк огромное спасибо всем кто пришел поэтому не забываем что освещение для фронтальной основной камеры это очень важно если у вас не будет освещение если вы не будете вешать на чехол есть чехлы с креплениями для лет допустим если блок вести то там вообще все просто но еще лайфхак если вы хотите с освещением работать вам необходимы очки потому что вот этот вот великолепный кружок да вы будете симпатичны у вас будут выразительные глазки они будут отражаться вот эти кружочки но но вы реально будете довольно быстро терять зрение ну как бы лампу вот в лицо себе посвятить а прикиньте если вы будете сидеть вот я сейчас сижу сколько уже 40 минут и говорить в лампу довольно мощного освещения да не максимальная сейчас яркость стоит но все равно приятного мало и вам необходимо будет приобретать себе какие-то очки которые будут защищать ваше зрение и считайте что это да будет перспективе fashion можно даже вот в таких сидеть по большому счету но это будет уже больше похоже на то что закиньте мне донат потому что у меня ну ладно не будем мы над этим считать шутить потому что я сам себя осуждаю следующий момент качество съемки ночью просвечения сказал про качество я сказал что в принципе это все неважно с одной стороны с другой стороны даже если вы будете что-то подсвечивать ночью ночная съемка это особая стезя для пары тройки моделей вообще смартфонов и практически ничего суперски даже с подсветкой не снимает но это возможно то есть возможно смотрите обзоры смотрите примеры примерно прикидывайте сценарии своего использования допустим когда я там хожу в подъезде либо переходе я смотрю дайте о 9 10 про сегодня был обзор можете посмотреть на канале великолепно справился с пешеходным переходом ночью основная камера ширик прям вот прям прям ух вот я посмотрел итог потому что когда я снимал мне не понравилось сейчас цвет блеск красота не забываем прожать лайк немало зрителей все отлично митя зрителей ровно столько сколько должно быть огромное спасибо всем кто пришел не забываем палец не забываем подписываться а дальше качество съемки ночью много очень примеров но об этом тоже под под потом когда я топ-10 расскажу вам смартфонов а пятое качество родных микрофонов и я хочу здесь сказать не только о том насколько вам нравится когда вы в роликах слышите те или иные приемы съемки примеры я допустим хожу и очень часто мне там пишут глухие микрофоны это по-моему было в смартфоне флагмане не viva x80 про а недавно в риме gt master explorer edition 2 в риме gt 2 master explorer edition я вход и выход пишет писал просто в таких условиях которых меня игорь оператор который снимал он меня не слышал и smart все равно вывез а мне пишут народ как из глухой бочки я ничего не хочу никому объяснять почему потому что дальше в примерах все слышно что в обычных условиях обстановки smart вывозит и даже в этом шлакоблоки когда вообще ничего не слышно он умудрился вывозить да как мы мне вчера товарищ один сказал что саня ты все делаешь одним кадром и не заморачиваешься чтобы железка лучше выглядела но я поэтому вам в конце и говорю понравился мне девайс или нет невозможно снять там 250 часов в различных сценариях использования и все это уместить в ролике я и у меня и так они очень длинные в целом вы поняли что микро как работает его шумоподавление мне кстати в рогах вот в этих смартах очень нравится это дело ну нравилось вот в этом посмотрим еще к слову на у 3 в балочки уже 21 минуту вывозит но не будем его останавливать правда еще и в чехле молодец так вот не забываем этот момент очень-очень важный что микро должно быть топовым потому что не к всякому смарту вы подключите микрофон иногда он будет разряжен иногда вы про него забудете да кто-то подключает петлички через тайпсишник у кого-то через миниджек но при любом раскладе нужно будет заморачиваться и лучше это сделать заранее понимать какие у тебя проблемы чтобы потом понимать докупать тебе эти дела под твои задачи или нет всегда докупать к слову потому что рода они всегда понадобятся очень много ломаных продается на авито аккуратней то есть я уже сталкивался поэтому перепроверяйте 300 раз когда будете покупать лучше с ноутбуком дети чтобы сразу скинуть 16 это спецфункции в родном пола вот здесь есть очуменная штука я думаю все смотрели про киноэффект да у него убогое разрешение да она не очень хорошо реализована да кое-где она реализована еще хуже и 1080p для этой штуки это конечно такое себе но многим именно на ютьюбе потому что основная масса и смотрит 1080p у них интернет не тянет это дело помогает конкретно если брать допустим viva x80 и линейку viva x80 про телесуфлер то есть ты снимаешь и параллельно может читать да вы скажете ну возьми ты второй телефон возьми там не знаю люсточек напечатай напиши книжку закрепи еще что-то но вы ощущаете вообще насколько удобнее когда ты можешь читать и сразу записывать это дело особенно длинные монологи это максимально удобная штука поэтому обязательно об обращайте на это внимание особенно внимание хочу отметить на функции двойного окна не у всех они есть то есть когда ты снимаешь и фронталка снимают не у всех есть возможность менять ну то есть ты снимаешь такого хочу квадратик внизу вправо влево чтобы потом не склеивать менять все это плюс менять зум ну зум практически все могут менять они все могут зумировать фронталкой вот эти вот все маленькие фишки которые сегодня тебе кажется ну ничего я какую-нибудь программу установлена потом слетать будет работать не так стоковые программы и стоковые функции всегда работают лучше запомните это раз и навсегда то что производитель суда запихал понятно вы сейчас скажете установишь джек м потом ручная съемка но окей но как много людей снимает через джек м фото те же и они успешны на ютюбе или еще где-то или в инсте я не буду вас расстраивать друзья лично я таких не знаю я знаю много миллионников но это другая история это не попытка кого-то обидеть это констатация факта потому что чем меньше ты заморачиваешься с какой-то вещью тем больше у тебя времени на важные вещи важные вещи опять же по моему мнению это сценарий это то какую информацию ты будешь передавать то какие эмоции ты будешь передавать картинка это важно но опять же это не супер мой профиль и я не знаю на ютюбе чтобы кто-то не знаю там смотрел на huawei вскому от смарте откалиброванному меня стоит и и вглядывался такой в картинку так нет вот этот вот ролик учитывая что еще и монетизация отрублена могли бы они вот с цветами они напутали здесь натуральности мало а здесь правый верхний угол подмыливает серьезно ну кто-то может быть но даже у меня таких комментариев нету где написано а у меня все-таки два с лишним миллиона просмотров в месяц 25 уже не знаю сколько уже год наверное 70 миллионов просмотров на канале и еще раз повторяюсь я такого не видел наверное меня жалеют хотя учитывая что мне там пишут них не факт что жалеет не забываем прожать лайк огромное спасибо что пришли следующий вопрос по поводу функции два нового окна вы запомнили это вообще прям вот вот мне прям нравится я это дему тему юзал еще когда не был блогером в четырнадцатом году на huawei когда можно было фотографировать и фронт и тыл и но это удобная штука по-моему на видео еще снимать нельзя было как раз сочи летал но опять же это хоум видео вы же смотрите для того чтобы снимать супер топ контент и услышать мое мнение 7 18 для стримеров это способность стримить без карты захвата это карта захвата которая купил на авито она не работает там лежит рейзер за счет которого я планировал сейчас вам во втором окошечке показывать smart он теперь тоже них не работает я не буду его пытаться перезагружать почему потому что я не верю в чудеса ладно может быть попытаюсь еще нет этого нет этого нет а куда он исчез ну куда-то он исчез в общем да он куда-то исчез ну и в топку не будет этого захвата так вот если вы хотите вот с мартом smart он стримить то вам необходимо оценить сможет ли он ну или узнать опять же кто-то стримит на яблоко кто-то стримит на там самсунге посмотреть поспрашивать у блогеров на что они стримят вдруг вы захотите стримить в свече но в онлайне и есть смартфоны которые реально это вывозят те же игры допустим ван класс эйс рейсин эдишн ван класс эйс на димен сити которые мне очень сильно не нравится и с одной стороны вроде это нужная штука с другой стороны у тех перечисленных мной смартфонов камеры хлам но твич может стримить только в 720p но 720p у всех тоже разные одним или другие нет и это такой тоже пласт который вроде бы никто не обращает на него внимания но когда ты такой заморачиваешься такой о а я же хочу постримить и понимаешь что здесь в смартфоне за 60 тысяч картинка шлак и он не тянет а в телефоне за 20000 картинка норм и он тянет а ты вроде бы покупал для того чтобы стримить прямо со смартфона это очень важный момент я очень надеюсь что вы будете заморачиваться и реально там спрашивать у слой своих стримеров еще у кого-то и все так что на это тоже обращаем внимание способность стримить на ютюбе на твиче без потери качества в онлайне через вайфай либо через мобильные сети особенно важно наверно фронталка в этом смысле именно качество в стриме то есть в онлайне как он может передавать картинку это все очень сложно это кажется что просто смарт вообще не будет заморачиваться будет еще как будет видите у меня через убеску это отвалился великий ужасный рейзер отвалился да и ладно к чему это все к тому что закрыли 17 момент 18 возможности фронталки почти у всех крах лама не кроме самсунгов и айфонов я говорил об этом вскользь и по моему в другом пункте абсолютно в другом пункте почему фронталка почему именно сяоми а именно самсунги именно яблоки если вы посмотрите почти все топовые инстаграм щеки инстаграм щицы сидят на айфонах почему потому что алгоритмы как раз инсты запрещенная в россии сеть которую нельзя использовать но вдруг кто-то в другой стране используют она очень хорошо понимает файлы фото и видео с яблоко и особенно самсунга это факт может быть сейчас что-то поменялось вы можете меня даже поправить я буду знать если вы меня поправить в комментариях что еще у кого-то великолепное просто качество при обработке этой запрещенной сетью либо какой-то другой фотографии или видео но фронталки на данном этапе жизненного развития лучше чем у яблоко и у самсунгов я не встречал остальные могут быть потребны и у этих девайсов в отличие от бренда битей который просто кладет вот на это все дело и вы к сожалению сяоми тоже на это дело просто забивает никаких там 4к нету 4к 30 fps даже в 53 это просто холомофон с одной стороны с другой стороны защита от влаги и топовое разрешение пусть 30 fps у фронталки где-то найдешь этого флагмана кубики нигде дальше это смартфон и некоторые стоят по 1000 долларов габариты и вес лучше брать допустим 13 прочим 13 про макс потому что вот эта штука она вроде бы легкая ну там 250 граммов 240 граммов ну поносишь ты не критично но это так кажется ты берешь чехол беру чехол и пытаешься где-то час снимать во первых удержать 200 граммов намного легче чем 250 это кажется что разница никакой во вторых качество в картинке допустим ты почти не потеряешь это если яблоко считаем если вы берете те же самсы можно взять ультра можно взять с 22 разница в качестве будет но вполне возможно для на для вас она будет незначительно и вес и габариты при том что у тебя может быть рука ну вот допустим у меня ладно у меня еще может быть мужская лапа более-менее если девочка будет какая-то держать ей реально может быть просто просто физически неудобно мало того что тяжело просто физически неудобно и плюс вы не забывайте чехол плюс может быть кто-то клетку будет брать но неразумно эта штука поэтому очень советую 5 секунд даже если вы будете приобретать вот такую пластиковую клетку она вроде бы и небольшая и вроде бы все легко но при любом раскладе это дело тоже что то весит почему не вывозит вывозит вот вот сюда если что можно крепить свет звук дополнительный еще свет здесь опять же брендов которые все это делают миллиард неважно чей пластик вы купите важно помнить что эта штука полезна и к сожалению многим нужно не забываем поражать лайк наберем тысячу не удалю но я думаю за сутки наберем хотя не факт следующее помимо габарита и веса и насколько это удобно будет держать двадцатый момент это качество динамиков и экрана чтобы можно было сразу от от не оценить что вы сняли я бы сюда добавил не только качество самих динамиков и качество картинки но и реальность изображения то есть допустим пиксели 6 и 6 прочим грешат вы смотрите у вас на экране все прям великолепно гладенько еще скидывайте на любой компьютер смотрите в любом видеоредакторе лично мне вот мне как снимает пиксель видео ну мне кажется что им просто наплевать типа у них есть вот фан базы из разряда они там лучшие по съемке фото и вот видео тоже самое пусть они за нас топят пусть они нам верят абсолютно разная картинка на ван класс найду 10 про я вижу вчера был просто обзор поэтому чаще про него вспоминаю картинку шлак но не супер там пересвет и еще что-то скидываю на компьютер цвет блеск красота у пикселей это какой-то был мрак я я не понимаю как как можно так погонить программно то что ты программно показываешь на монету на маленьком телефоне класс потом ты скидываешь на комп ужас рендеришь еще хуже но все равно им по сути следующее это уже 20 пунктов буду что-то еще добавлять от себя хорошо дребезжание это уже вне пунктов дребезжание опто стабы это нормально но опять же дребезжать очень сильно почему-то опто стабы у сяоми особенно у 12 с ультра и у 11 ультра такое многих может бесить многим даже при записи микрофонов это дело может не нравится и если вам это дело не нравится я еще раз повторяюсь что это нормально опто стаб понятно что он должен дребезжать но все равно одно дело ну айфона 13 про и 13 промах чуть-чуть дребезжит у 11 ультра чуть-чуть в 12 с ультра такое ощущение что они просто его там не знаю там полтора метра что ли он ходит внутри болтается но это это перебор уже шум должен быть ограничен ты берешь разные смартфоны с опто стабилизаторами понимаешь что сяоми какого-то черта как погремушка детская за 100000 но уже не за 100 хорошо вот следующий момент чехлы со сменной оптикой вот смотрите есть такие штуки вот пожалуйста я побольше сделаю вот такая вот оптика то есть вам нужен рыбий глаз понятно это можно программно сделать вам необходим не знаю какой-то отдельные широкие там нестандартный вырез там 29 камера не поддерживает или вот хотите вы чтобы ветрозащита была вот не знаю повернутого на съемке либо реально вы снимаете прям в такой лютый дождь что но нет не знаю вот миллиард может быть вещей по какой причине вам понадобятся вот эти штуки и вот эти штуки это эконом вариант это пластика то у бога вот она валяется поэтому меня было время когда-то но опять же макро объекты какие-то супер макро это конечно хорошая штука но по мне это заглушка лучше с ширика оптикой пусть навесной что-то делать опять же это мой подход у вас может быть подход другой но еще какой важный момент 5 секунд пошире себя сделаю есть чехлы то есть то таких топов как яблоко есть прям очень крутые чехлы с крутой оптикой которая приблизит вас к киношной картинки у каких-нибудь риме к сожалению этого дела нет придется вам вот такие штуки покупать но но опять же об этом лучше позаботиться заранее если вы хотите какую-то картинку и планируете снимать все это на смарт она смарт снимать стоит только в одном случае первое разумеется это вы делаете для себя и второй момент ускорение процесса при любом раскладе аккумуляторы хотя но опять же оператором многим неважно на что снимать есть и маленькие камеры но это не моя история эта история по поводу операторов я еще раз повторяюсь меня зовут саня это youtube канал польза нет и здесь больше 1000 обзоров и надеюсь когда-нибудь будет больше 5070 миллионов просмотров и все это практически было снято на смартфоны которым я в перспективе сейчас перейду на что я конкретно снимал а следующее разумеется важно цена потому что допустим глобальная версия важно и хорошо удобно желательно поддержку от трех лет чтобы три на три года вы купили и вот вы снимали вы же это как инструмент приобретаете не игрушку правильно одно дело когда люди покупают поиграться через полгода продали а другое дело вы приобретаете уже знаете как какие программы работают опять же обвес покупаете опять же покупаете чехлы необходимые покупаете программы для монтажа конкретно вот этого либо ищите их и скачиваете ломаный неважно то есть так желательно телевик но к телевикам вот есть у меня блогер фанат телевиков хотя он не снимает на телефон и он снимает на фото и видео фото и видео я считаю что телевик как и макро модуль это абсолютно как и монохрома абсолютно бесполезная тема мне мне потому что лучше снимать на конечно же основной модуль ты снимаешь на ширик и все все остальное это маркетинговая штуковина как и многим фронталка не нужна но вот так так аппаратура железо и процессоры все остальное все всегда влияет чем быстрее у вас память чем быстрее у вас процессор чем быстрее со процессор вот этот видео адрена и все остальное чем болт больше баллов в антуту а и антуту а и обязательно тем выше вероятность того что кто-то что-то где-то как-то допилит и ваш смарт будет снимать лучше это конечно не факт не факт но надежда всегда есть иногда она наоборот отрабатывает допустим как у ван пласов не будем вспоминать модель которую о кирпич или утрированно в плане стабилизации изображения но во флагманах я про такое не слышал чтобы ухудшали съемку было дело но это было временно и это все дело до поправляли следующее важнее всегда это не железо а примеры в сети вы планируете приобретать смарт для съемки чего-либо и вы просто смотрите тех же контент мейкеров блогеров либо это не блогера не знаю операторы вы смотрите чем они пользуются всегда в отражении вы видите что кто юзает всегда и если они юзают допустим камеру not очень многие даже на штативах ходят я смотрю даже в магазин и эти бедные камеры пихают я не знаю зачем вот опять же я живу в мире где важно в важный важна информация картинка напишите прям ужасно если что напишите у меня в комментах сани у тебя картинка не соответствует обзором это позор или еще что-то ну вот если прям совсем плохо но мое мнение лучше будет больше информации но чуть-чуть уже на какой хуже нормально меня устраивает качество как только подписчиков перестанет устраивать я буду снимать как-то по-другому следующий момент по поводу важнее примеров сети вы можете сходить сходить в telegram канал взаимопомощи у меня есть telegram канал взаимопомощи по видео и фото наверное с этого и надо было начинать но вот так и там просить кого-то у кого какие-то smart обычно если они постят какие-то вот фото и видео они прям заряжены и они хотят поделиться своей радостью допустим ночью с ними голубей если может с ними культурно и человек вам скинет не только в телеге чтобы сжатый этот видеофайл был но может от на файлообменник скинуть вам и будете знать подходит вам этот смарт или нет главное не наглеть в принципе но в личку можно писать всем фидбэк есть у всех там по хэштегу смотрите кто выкладывал фотографии с того или иного смарта пишите ему потом в личку что друг у тебя есть такой-то смартфон не мог бы ты мне помочь либо сначала в чате вот и он тебе пишет такие скидывает не сжатые и ты радуешься можешь оценить нужен ли тебе этот смартфон или нет следующий момент мы дошли благополучно до топ-10 смартов по съемке конкретно для меня в описании есть этот топ есть ссылки на смартфоны например для покупки ну где хотите там покупайте по большому счету просто можете скопировать название самое главное на все из этого у меня есть разумеется обзоры кроме айфона тренд на 13 pro max но это то же самое что iphone 13 pro и основная съемка на моем канале ведется на iphone 13 pro и 13 pro max сейчас то есть если вам необходимо оценить качество съемки 13 про и 13 pro max вы заходите на канал польза нет и смотрите ролики вот сплошняком кроме входа выхода на ролики про смартфоны и кроме разумеется в распаковке распаковка ведется на два зеркальных фотоаппарата вот второе место я бы отдал viva x80 про при том я не считаю что он хуже снимает просто конкретно для меня если выбирать чем снимать по удобству качеству скорости программному обеспечению каким-то фишкам viva x80 про к сожалению на данный момент на втором месте хотя у него также как у iphone 13 pro и 13 pro max есть защита от влаги у него также все великолепно с эргономикой у него великолепный экран хорошие микрофоны и меня все устраивает но опять же это мой топ поэтому x80 про на данный момент в каких-то моментах идеален для съемки в каких-то моментах нет автофокус у него хуже чем iphone 13 pro и 13 pro max поэтому он у меня на втором месте на третьем месте я поставил viva x70 про который для многих является тем же самым что x80 про у меня в telegram канале был обзор на него вполне возможно она life его выгружу потому что чего-то как-то youtube не не блочит но если не заблочит то наверное выгружу у меня был в telegram канале только обзор на viva x80 про есть у меня ссылка как раз в описании на этот пост можете скачать посмотреть и я еще советую на третьем месте samsung s22 ultra на третьем месте она они на втором по одной простой причине потому что у него стилус абсолютно бесполезная штука за которую вы переплачиваете фронталка абсолютно бесполезная для меня штука за которой я бы не хотел переплачивать и по моему экспириенсу и опыту снимают samsung и классно я на с 22 очень много роликов снял свое время с 21 но ультра это габариты и ультра эта стоимость найти дешево его не просто в моем мозгу и по моему опыту он проигрывает первым трем смартфонам которая перечислил это iphone 13 про для меня для съемки это viva x80 про и viva x70 про вот следующий момент если я где-то как-то заговорился за получается этот час давайте не будем за 55 минут слишком кипятится просто напишите мне в комментах саня это был здесь не прав я соглашусь скорее всего дальше на четвертом месте моего топа это one plus 9 про на который также все еще снимаются ролики потому что там есть 4k 120 fps притом он меньше глючит в 4k 120 fps чем в 4k 60 fps вот такая матрица электронов и хотите вы верьте хотите не верьте но это так и вместе с ним там также стоит samsung с 22 супер мега топовая съемка все перечисленное в топе вот в топ-10 до где-то место 7 я однозначно рекомендую к покупке и все это снимает круто на что-то из этого было снято на моем youtube канале обзоры частично one plus 9 pro iphone 13 про и 13 pro max до сих пор в работе также кстати как samsung s21 частично иногда 5 место моего топа это старичок этому смартфону уже год так же как и one plus 10 9 pro это и one plus 9 pro плюс есть еще защита от влаги официально в отличие от one plus 10 про это важно пятое место huawei по 50 pro без google сервисов это для ютюбного для блогера который грузит что-то на ютюбе это дичь то есть станции с бубном подключить google для того чтобы в творческую студию заходить для того чтобы скачивать какие-то программы и плюс год 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 и плюс viva ой мне не особо нравится я очень много снимал на по 50 pro на по 40 про и по 20 про обзоры именно на эти смарта самим смартфоном тоже на youtube и мне не нравится их там автофокус вот если блестит объект просто вот ну не нравится объем у них самый крутой но у меня есть ощущение что huawei как-то обрезает кадры не знаю как вам объяснить я думаю те кто снимают на него вполне возможно со мной не согласны и скажут саня ты не прав напоминаю 1000 лайков мы этот стрим и оставляем возможно кому-то будет все это дело полезным возможно не будет так что я надеюсь что вы что-то там где-то поставить и следующий момент по 50 pro на пятом месте однозначно советую но ему год процессор старые телефон уже морально устарел снимает он классно как и снимал и фото и видео но мы сейчас говорим с вами по поводу видео место номер 6 здесь один смарт красуется one class 10 pro сейчас это не особо дорогая штука на шестом месте первую очередь по той причине что у него есть определенные недоработки такие как официальный защита от влаги нет мне нравится как он снимает я не назову его съемку лучше чем вот у первых пяти мест и даван класс 9 прос его четырьмя к 120 fps на данный момент по мне лучше но опять же это мое субъективное мнение вы можете писать мне еще раз по поводу апертуры по поводу сенсоров по поводу процессора со процессора но друзья это мой топ это мое ощущение я не топлют за какие-то магазины бренды выбирайте сами вот я рассказываю как бы я структурировал для себя для своего канала на что снимать и поэтому логично на первых местах то либо на что я снимал либо на чтобы я поменял то на что я снимаю седьмое место это айки у 10 про его x80 x80 клок слову по съемке от x80 про отличается прямо по минимальному разряду вот основной модуль у него практически такой же и основная съемка на ширик у него такая же и я его так сильно скинул вниз наверное потому что хотел бы еще раз напомнить что x80 про супер мега крутой смарт по съемке это бомбезная штука x80 это практически то же самое если вас интересует основной модуль но там есть свои минусы смотрите обзор не сильно он отличается еще раз повторяюсь что x80 про что x80 у меня улетели просто моментально советую потому что хорошие очень смартфоны и на этом же счастливом и ужасном месте я расположил айки у 10 про на него обзор вы можете посмотреть посмотреть сейчас на канале уже я его выгрузил сегодня это был очень крутой смарт простой iphone 13 значительно хуже снимает заметнее хуже снимает чем iphone 13 про вот опять же есть обзор у меня сравнение на канале так вот по поводу айки у 10 про если бы я видел итоговый ролик раньше то как он снимал против солнца я был уверен что он вообще ничего по видео не снимет это примерно аналогично тому как может снимать яблоко вот яблоко против солнца фото один из двух раз делает нереально круто никто так не может и вот айки у 10 про очень круто снимает видео и против солнца тоже посмотрите обзор я бы на вашем месте рассмотрел этот смарт он мне по моим ощущениям это control c control v viva в 8 x80 про но урезан там благозащита нет еще что-то о по find x5 про заметьте в топе у меня не будет и нет хотя бы его на месте десятом бы разместил но не было не допилен он был в тот момент когда он у меня был на руках вот мое ощущение я бы не стал убрать для съемки для того чтобы ходить красивым ночь очень классно выглядит я бы взял а вот для съемки нет 8 метр вместо тариуме gt2 мастер explorer edition почему потому что первый мастер explorer edition был просто бомбы аналогов не было за его деньги если вы сейчас приобретете его за двадцатку где-то найдете у меня народ скидывал и на авито кто-то где-то находил это будет решение всех ваших проблем по съемке то есть за эти деньги аналогов нет вот gt2 explorer edition я уверен что допилит еще чуть-чуть и он будет в моем топе как минимум 2 это очень крутой смартфон кто бы что не говорил просто он также как о по find x5 про не допилен но меньше не допилен поэтому я бы его не я бы его а я его на восьмое место топа из разместил очень крутой смарт никогда его не будет в глобалке скорее всего потому что master explorer edition 1 тоже не был в глобалке и здесь он мне кажется не появится также как а вот opa x find opa find x5 pro кстати в глобалке появился девятое место это сяоми 12 с ультра очень крутой смарт но я когда думаю о том что я снимаю у меня уже шумы из самого смартфона вы прикиньте как микрофон он все равно будет ловить то есть ну как вам сформулировать я уверен что пройдет время и это будет нереально крутой смартфон для съемки видео и поэтому я его к слову еще раз заказал он мне все еще идет если дойдет в обзор будет еще один там через полгода и возможно я с ним очень хотел ходить но у меня разочаровал потому что ожиданий было больше особенно по видео фото там кто-то скажет gm устанавливает там убирая подбирая lightroom встань там на стремянку включи еще 10 прожекторов и я не хочу по поводу этого спорить а вот по поводу видео чего-то не хватает поэтому на он на девятом месте будет по-любому допилен по-любому все будет круче но это будет завтра на десятом месте это сяоми 11 с ультра если вы купили этот смарт за 34000 как и я когда-то но у вас лучше просто железка которая может снимать за эти деньги и при правильном подходе даже его габариты даже его какие-то минусы откровенные они нивелируются его возможностями но недостатков много к сяоми у меня больше вопросов папа у вас может быть другой подход это ваш может быть какой-то топ называем прожать лайк и я бы еще туда добавил разумеется это сяоми 11т для фото сяоми 11т про для видео huawei p20 про если он у вас был на руках по 20 по 30 по 40 снимайте не заморачивайтесь больше для ютюба не надо и наверное на этом банкет заканчивается не забываем про жать лайк давайте я по отвечаю на ваши вопросы напоминаю что на канале нет мата хамство в первую очередь по какой причине по той причине что у всех есть свой подход я уважаю людей которые являются фанатами тех или иных брендов и поэтому рассказываю о брендах первого эшелона про 3 стараюсь поменьше говорить по поводу sony очень крутые у них наушники сейчас 5 секунд а куда их дел кстати сидел сидел с ними игрался игрался ими вот вот к столу к слову вы ощущаете это ноут neo 3 neo 3 уже снимает 53 минуты 24 к 60 pps так вот у sony прям мега крутые наушники я их обожаю и 5 4 3 у меня не было я тогда не занимался блогингом плотно так бы купил бы сейчас покупать не буду но их смартфоны до такой степени over price ну ты что это такой бред я на хорошие sony вский смарт могу купить huawei по 50 про ой точнее viva x80 про и iphone 13 про ну вот смысл мне от них я считаю у них оптика отказ карл зейс а еще у кого отказался из знаете оптика у viva welcome следующий какой смартфон лучше android для instagram instagram запрещенная в россии сеть со samsung и всегда саня будешь менять 13 про на 14 про если найду где быстро купить да сейчас начинаю отвечать на вопросы кстати сейчас я открою donation если кто-то мне кидал то давайте на них отвечу потому что если ну нет ни культурно когда люди что-то подкидывают не отвечать я и принципе всем успею 300 человек это не 700 напоминаю что если вы хотите знать мое мнение первую очередь я очень советую вам подписаться на twitch там это делать бесплатно можно и после того как вы подпишитесь на twitch не забывайте что я там стримлю довольно часто но и подпишитесь также на телеграм-канал взаимопомощи почему так эдуард огромное спасибо бэримор подкинули без вопросов и все до бэримор только подкидывала если у кого-то будет донат то пишите чтобы я прочитал стоит ли менять samsung s21 на 22 для съемки стоит для автономности huawei по 50 про за 70000 стоит брать если нет то взять что стоит huawei по 50 про не дороже 5 50000 взять и это реально даже новый подписывайтесь на телеграм-канал взаимопомощи и скидок и ищите и вы найдете ван класс 9 рт за 400 баксов норм сейчас братья не знаю насчет баксов я живу в рублях в рублях я купила на али за 23 600 и мне к сожалению отправят только серый черного нет когда будет топ самых автономных аппаратов когда здесь наберем 3000 лайков дальше доброго времени суток со что выбрать пока f4 или или x4 gt для меня те же тапки только в профиль вот честно третий эшелон по мнению сани понятно за то я купил несколько смарта также как motorola буду их мучиться продавать на авито у них ужасная прошивка у них никакая поддержка их безумно пиарят потому что на них безумная маржа вы посмотрите какие у них скидок на длину они продают по себестоимости я не верю что за столько лет они ничего путного не сделали и сейчас они начнут что-то делать топовое опять же как же а по x5 я вам скажу что а по x5 про я замучился продавать x5 я тем более бы не продал насчет ван класс 9 рт это лучший смартфон по моему мнению в категории до 25 тысяч в описании есть топ и топ 10 смартфонов до 25 и от 25000 скорее всего от 25 я обновлю через месяц привет что думаешь по смартфонам motorola 3 эшелон ивана хотите поиграться с топовым железом волком хотите поиграться с ужасной прошивкой потом очуметь продавать тоже волком huawei p40 про стоит менять на по 50 про или лучше iphone александр попович стоит лучше iphone 13 про купить и не заморачиваться именно для съемки iphone и лагают не меньше чем android очень часто у меня лично они лагают больше на них удобно печатать в телеге и у них классная автономность а так миллиард вопросов к ним это не самая стабильная штука еще раз у них великолепный автофокус они самые универсальные с ними меньше всего думаешь то есть даже самсунгом ты чуть чуть больше думаешь для съемки чем с айфоном iphone это вот для имбецилов как я то есть и меня интересует информации мне не интересует картинка ну чтобы вы увидели конкретную вещь но чтобы это выглядело знаете как ничего себе как он снял этот смарт я поэтому побегу его покупать нет у меня нет такой цели задачи если будут когда такие цели задачи наверное я буду снимать на камеры но опять же вы об этом узнаете еще раз напоминаю что на канал очень много приходит предложение с рекламы я ее не беру потому что у меня не получается договориться ни с кем и опять же вы узнаете о том что это что-то там рекламное потому что у них очень такие подхода знаете типа ты сделай но не говори что это реклама или не ставь шильдик huawei welcome да и меня эта тема бесит можете нарезку делать я не знаю я не уважаю есть бренды допустим точно вообще плевать им то есть они пишут саня расскажи скажи что это реклама но ты только расскажи вот у них может быть что-то и появится но опять же там все со скрипом вот видите максимально честный блогер может быть бесячий но не знаю ну вот как на духу опять же как многие мне говорят сегодня зачем ты это рассказываешь ну как хотите слушайте не хотите слушайте не меня саня ловит донат сейчас дмитрий а дмитрий дмитрий спасибо номер два ну считайте номер один номер один два человека когда примерно ждать обзор на zenfone 9 не хотят мне отправлять у меня на али а два аккаунта меня очень не любят asus и rock phone они мне вообще не любят отправлять смартфон вообще я уже ну как бы два аккаунта это предел и один у меня банили потом перестали банить в общем проще говоря у меня в задержке в задержке зависло два смартфона я сейчас вам покажу какие чтобы так тем там наверно не будет видно час а я через эту камеру покажу вот здесь смотрим по поводу того что у меня не отправлено 5 секунд собираем собираем вот смотрите что не отправлены кому надо тот сможет сделать паузу asus zenfone 9 rock phone 5s это тот же магазин x ну тоже viva не хочет и redmi не хочет это тоже крупный магаз которые знают примерно кто я то есть у меня есть два маркера на обоих аккаунтах я могу заказывать через кого-то но вы прикиньте какое-то про ну это реально проблема то есть мне приходится просто разрываться это не из разряда нытья друзья но мне это дело очень сильно не нравится вот такой подход и к чему это все к тому что asus а меня не любят потому что когда они попадут ко мне на руки разумеется вы узнаете что 50 тысяч рублей за этот шелакоблок а выше цены увидели вы наверное тоже расстроились да за сколько они увидели давайте я вас расстрою еще ценами давайте чтобы такие саня подлец подлец саня видите вот так вот так следите за моим телеграм-каналом давайте еще что-нибудь интересное давайте но я думаю что те кто телегу смотрят они знают да все расстроились так вот так наверно надо показывать 31 700 asus rock phone 5s и они все равно вышлют и это не будет таможни а еще я покажу вам давайте рт-шку но она недешево вышла но это 8 126 мелочи приятно да и все это вот в этом вот великолепному ужасным телеграм-канале скидок я скидываю здесь был прикол и сейчас покажу очень часто у меня люди спрашивают почему саня ты когда выкладываешь у меня у меня ценник другой потому что надо ставить оповещение друзья потому что вот допустим вот это вот колонка за 1800 вот я думаю видно 1900 она висела 4 минуты я купил 2 2 к чему это все не забываем прожать лайк наберем я думаю потихонечку тысячу лайков и я оставлю этот стрим хуавы p40 по 50 pro samsung s22 ultra сильно уступает по фото и видео viva x80 про нет нет еще раз про фото будет отдельный может быть топ может быть один блогер разродиться но пока у меня только динамит и ну не знаю их их с другой стороны видите я хотела кого с другой стороны мне вот комментах пишут правильно что мое мнение субъективные когда говорю коллективный разум в телеге вот вы пришли на стрим я вам говорю открыто и откровенно на твиче также открыто и откровенно если такие стрима полезны то опять же не забываем прожимать что-то я буду лицом к лицу вот face to face вам рассказывать у меня знакомый взял и viva x note фото присылал лопата 7 дюймов дмитрий но он снимает по-любому классно я не думаю что таможенный сбор еще раз таможенный сбор после 1 октября 15 процентов свыше двух сотен евро пока ничего не поменялось если поменяют они что-то в законодательстве в телеге скидок и обязательно вам сообщу саня привет что лучше ван класс 10 про или из про а я не скажу как я могу вам сказать у меня нет из про на руках дальше топ-1 это 13 про но еще раз топ и все в описании есть дальше сани не знаю отвечал или нет на какое место поставил бы samsung с 20 21 фе это топ теоретически плюс в целом что думаешь все самцы снимают хорошо то есть если ну еще раз самсунги айфоны делают для таких как я тупых людей которым не надо заморачиваться по съемке именно по видео опять же автофокус лучше все равно у яблок александр ты все делаешь про про видео обзора хороши на упор на видео вот какой обзор топ-10 смартфонов по фото-видеосъемке будет если наберем 3000 лайков будет если наберем тысячу оставлю это дело и подумаю насчет следующих подобных решений из разряда пообщаться да таможенный сбор печаль берешь флагман за 50 тысяч и примеру 15 процентов платишь до с 34 тысяч ты переплачиваешь потом тысяч семь и ну выше 50 получается у тебя флагман не 50 а 57 тысяч 57 500 скорее всего не меньше 56 55 56 александр на сколько лет поддержки можно рассчитывать от вам класс 9 rt h&m если вы возьмете и скопируете название любого смартфона и напишите в гугле сколько лет поддержки обещал производитель вы узнаете и поддержку безопасности и поддержку самого устройства не надо для этого семи пядей во лбу быть и не надо ко мне обращаться как будто энциклопедия у меня было за этот год больше ста смартфонов и вы думаете а что-то помню из разряда какая у кого поддержка в среднем три года но опять же с момента того как они представили они с момента того как я вам рассказал артежку я делал обзор в прошлом году зимой или это ну вот вот этой зимой дальше риме 9 pro плюс как тебе по фото нормально вам устроит такой ответ сяоми 11 т11 т про по фото по мне лучше дальше велика ли разница между 13 13 про по видео до ощутимо я снимала на той на другой обзора есть на ю тюбе опять же сравнение у меня спасибо пожалуйста дальше по поводу повод рис батарейка на 7000 ампер часов они пытаются он меня уговорить потому что трогал и этот смарт но это шлакоблока по операционке я не знаю еще раз повторяю когда у тебя есть возможность купить какой-нибудь там нарза даже пусть у него тайпсишник вместо тайпсишника микро и у тебя нормальная оболочка и какой-то там супер напичканный железом шлак но это как его не знаю владу вставить супер мощный от формулы 1 движок он все равно будет ну развалится раньше поставлен спасибо валерий всем кто ставит реакция огромное спасибо вы помогаете каналу кстати там у меня близкий приходил близкий напиши ты еще здесь или нет почему они вижу твоего коммента хотел ответить обзора техники саня привет сайт близкий привет приятно тебя видеть а ну вот близкий кстати снимает на камеру на альфу вот самый топовый миллионик по мне самый угарный снимает на samsung s22 ultra при том а у него два канала миллионных не буду гореть кто как вернуть старый режим в одной руке на пока x3 про понятия не имею из твоего опыта подскажи как максимально сохранить батарею на новом смартфоне продать его через полтора года вы не собираетесь сходить с ним 500 тысяч лет то есть вы используете просто стандартную зарядку там есть по-любому какой-нибудь там щадящий режим штатная зарядка штатный кабель и все и все у вас будет хорошо и меньше играйте и на проводе не играйте никогда вообще напишите в телеграм-канал взаимопомощи вас там распишут 500 миллиардов вариантов и one plus 9 rt как еще увеличить автономность вон опоссум у нас писала целую статью по поводу увеличения автономности one plus 9 rt и как я понимаю там чуть ли не 60 процентов она увеличивается sony 5 у меня дома на столе я же говорю я их оставил автор ты формула-1 смотришь на выходных из rush 3 я вам честно скажу у меня сны то не всегда время есть посмотреть саня пропустил может быть ответил на вопрос когда обзор moto ч 30 ультра ты вроде в каком-то стриме упоминал я каких-то два моты два за ты ешь лака блочных купил и мне их даже отправили они как-то быстро мне летят мне такое шмутное ощущение что как мне писал народ что ты можешь их а стену разбивать но все равно люди приходят особенно хейтеры таки а он загадил этот smart поэтому я его куплю пусть мне будет больно пусть я буду его юзать и не смогу продать но я ему докажу что он супер это принципе чистой воды психология потому что как при споре не рождается истина другой человек с кем вы спорите допустим я говорю пока f3 ужасный датчик приближения то шлак он перегревается еще что а человек такой ага но по но он же очень оптимизированный процессор 870 а у него и съемка ничего а еще а еще он дешевый и таким образом психология работает когда люди смотрят мой обзор на какой-то хейтерский не хейтерский а вот вот мое мнение в начале и в конце к сожалению все таки есть потому что мой обзор они такие тысячи еще контраргументов находят саня добрый вечер не забываем прожать лайк тысячу лайков и оставляем стрим а какой сенсор лучше владимира гордовой вопрос всегда не в сенсоре а в оптимизации программного обеспечения под этот сенсор понимаете то есть у вас может быть супер топовый процессор как допустим с 12 ультра самый большой сенсор но в то же время вы не сможете реализовать программные все возможности этого сенсора и возможности своей оптики и своего процессора потому что будете спешить и все осань колонка anchor 3 mini pro долетела нет еще привет ты бы рекомендовал вас жужу приятно тебя видеть у жужу сейчас часы сяоми до местами бэнда выигранного f3 процессор оптимизированного 2 до iphone 11 еще актуален нет никогда никогда не покупайте старые iphone и вообще старые модели лучше не покупать лучше купить что-то дешевле среднего ценового сегмента чем флагман но это опять же мое мнение прогревать сяоми 12 чтобы не потел зимой или успеет выветриться до два раза в antutu стресс-тест прогоните с открытым на час без ограничения по температуре с вытащенным лотком саня тебе q35 отправили уже иван марков анкер не отправлял мне по ум ничего вообще к юшке точно никакие q45 я купил за 10 800 по ссылке в telegram канале взаимопомощи сейчас там уже он стоит почему-то 10 300 чуть-чуть когда они дойдут и они будут уже 7 что скажешь про iphone 14 про как думаешь зайдет смысл есть обновляться с айфона 13 про а если есть деньги понимаете вот вас в чем вопрос если смысл менять smart нет буду ли я менять да почему потому что у меня есть деньги мне интересно будете менять ли вы если у вас есть деньги интерес то будете вы сами ответили на свой вопрос как по его погода в питере зима всегда близко зима в моем сердце 12 лет в наринмаре 9 лет в мурманской области в городе манчегорск так насколько по твоему мнению плохая оболочка она не может быть плохая или хороша она мне просто не нравится по каким-то причинам лагом рекламе настройки всему остальному но она уже довольно прилично вырезана моментами джитина 3t в долларах серджи пер не советую вообще нет никому ничего я покупаю в рублях мы уже не можем через киви покупать поэтому это все не актуально добрый вечер почему-то motorola не любишь у меня от за 23 года сергей вы можете с motorola и 10 лет проходить это не значит что я должен любить смартфон который я считаю что за свои деньги можно купить смартфон лучше другого бренда и он будет кайфовее лучше по спекам лучше по программному обеспечению дольше по поддержке вы можете поддерживать моторолу леново вы можете отнести за те и купить их ультра флагман и потом плакать какого черта вы его купили это ваш выбор если вы ходите с каким-то аппаратом вы можете поделиться товарищ с товарищами и много товарищей купят его и потом они допилят оболочка потому что у них будет много денег и все будут рады я буду рад и из этой им перестанет быть брендом 3 эшелона когда завезут айфоны 14 когда уже подешеве 13 а 13 как я знаю сняли с продажи как 13 про и 13 pro max так что вряд ли они станут дешевле завести ну серовоза уже на авито есть объявление уже писал но мне как так не особо хорошо ответили саня часики девушки свои подарил то 7 бэнда она без него понятно дмитрий гордиенко берите бибики тебе спасибо жужу за то что участвуешь в розыгрышах третьем эшелон вместо в мусорке привет сяоми выпустили новый проектор мини будет ли обзор не покупаю проектора принципиального сяомитов дорого за эти деньги можно купить телевизор привет на обида продают вам класс 10 про за 46 тысяч я не скажу вам будет ли 11 11 выгни потому что если 1 октября начнется налог в 15 процентов свыше двух сотен евро то это будет грусть печаль меня съедает и еще идти будет черт знает сколько что думаешь о новых часах apple watch ультра смартфон нуб я не думаю я покупаю я хочу их купить все и потом расскажу вам все максимально просто хочу отметить это дело уже у нас живет час 13 как-то надо под нагнуть короче час 13 уже живет смартфон вот ощущаете 4к 60 fps а было время через пять минут смартфона отрубали себе с чехла сани сильно отличаются для друга айкью 9 пройдись про внешне вообще минимально по оболочке но они допилили прошивку у них чуть лучше стало шрифт лучше стал не забываем прожать лайк 1000 лайков стрим оставляем лучший смарт-буза 700 долларов еще раз пишите в рублях я рек не буду советовать ничего в долларах опоссум в чем хамство понеслась эдуард придется здесь опоссум тоже банит напоминаю что если вы спорите с администраторами то скорее всего вам вам не место там где администраторы рулят все я вам очень рад если вы пришли общаться со мной и параллельно пишите кому-то в том числе моим админом я не знаю зачем вы пришли дальше вот бы то же самое под фото си си айфай еще раз наберем 3000 лайков на этом стрим и будет по фото такой же стрим саша привет сбалансированный кармиров камерафон до 30000 это как всегда ван класс а сейчас подумаю нет по балансу вот по лучшему балансу за тридцатник если прямо напрячься если вы сможете приобрести это ван это сяоми 11т про я не помню чтобы в 30 можно было купить на 32 где-то я не знаю сколько он сейчас стоит мониторе цену но по балансу наверное я его бы рекламендовал и по фото и по видео realme gt master edition и сяоми 11 что посоветуешь 11 хотя сяоми местами я еще раз повторяюсь по не люблю ой но мастера дишин это прошлый год дмитрий глобалки нет с хочет сделать обзоры на powerbank и маларик у меня мало контента друзья но серьезно и особенно приятно тебя джавара видеть стоит ли брать жить и хочу может быть стрим еще какой-нибудь сделаю когда покачаю еще раз стоит ли брать жить и 2 него на 870 драконе актуален ли смартфон нынче смотря в какой ценник всегда вопрос дня понимаете ценник вот сейчас кстати спойлерю на лайв канале айна на телеграм канале скидок я после сейчас чаще всего если я нахожу девайс и на али и на яме и помимо этого я еще постю мракобесные ужасный джун я уверен что он наберет заказов и исчезнет как каждый год и делает возможно вам придет подделка возможно у вас будут мучения с попытка вернуть средства на купил там три девайса или четыре уже по-моему 4 я купил там монитор я купил там к 50 к 50 про ультра мне все выслать не могут я уже показывал вам и еще какой-то с мартом купил какой-то с мартом купил мне интересно там покупать стой точки зрения что мне это лишние средства если они меня нагнут там на 1100 я буду потом долго и упорно там 500 тысяч лет на ютюбе рассказывать что они подлецы мне принципе правильная в личку люди пишут что если у меня нет юзер экспириенса сейчас с этой площадкой то я не имею права не говорить поэтому я и говорю смотря какой ценник и где вы будете брать всегда танцевать надо от этого него 2 за каких-нибудь 15000 это круто как вам люди с озона брали 9 рт до дмитрий гордиенко напоминаю что те кто на озоне приобретал 9 рт многим пришли кирпичики и песочек можете найти в сети благополучным образом кому-то получилось вернуть средства а кому-то нет обзор viva q10 про понравился классный телефон лев алексеевич я с вами абсолютно бесконечно согласен бесправная зарядка хуже зарядки по проводу для аккумулятора ну мне кажется что чисто физически должна быть хуже но еще раз повторяюсь люди которые покупают такие смартфоны они не заморачиваются за три года она не умрет а человек который покупает smart с беспроводной зарядкой по умолчанию это флагман он не собирается с ним ходить больше трех лет вот чем смысл дальше какой смартфон порекомендуйте для ночной видеосъемки у какого смартфона лучшая стабилизация для видео яблоко яблоко как вариант можете еще samsung с 22 из 22 ультра рассмотреть многим нравится как вам класса последние 9 про 10 про снимают ночью я не разделяю это по мнению но многим нравится опять же напоминаю что берем дополнительный цвет всегда саня привет подскажите пожалуйста motorola до утверждение осуждаю себя осуждаю вас но александр флегон тав не будем оскорблять людей которым нравится этот бренд я вас уважаю мне нравится бренд как таковой но телефон и его не нравится и оптимизация их не нравится пола не нравится сборка не нравится вот не убивает ли быстрая зарядка 200 ватт аккумулятора 7 юра сразу видно что вы в телеграм канал взаимопомощи не подписаны я там скидывал фото он снимал телефона кио 10 про и вы не смотрели обзор по сути внимательно заряжался всего около трех минут со скоростью с мощностью 192 вата основном время он заряжался с мощностью 67 ватт вот у меня есть специально прибор который измеряет мощность политика украина так к сожалению еще раз напоминаю что никаких флагов каких-то там буковок имен с политикой либо странами у меня нет связанных все кто желают это дело обсуждать я считаю что обсуждать нужно когда-либо пиксельку на себя натянешь либо еще что-то и пойдешь рисковать всем что у тебя есть самым важным а в противном случае не суда вам здесь про железки разговаривают стоит ли ждать черной пятницы 11 11 еще раз повторяюсь нет я никогда не говорю потому что завтра может не наступить никогда может али закрыться может таможенный сбор как и должен 1 октября быть до двух сотен евро посмотрите на динамику курса я конечно надеюсь что он станет 40 рублей за доллар но если он будет 40 рублей за доллар вы уверены что али будет продавать нам вообще девайсы а если она будет продавать почему есть как сейчас она не выставит курс и все 70 сани посоветую хороший флагман iphone 13 pro max уже 14 про можно мурат дмитриевич привет не забываем поражать лайк от еще лайков оставляем стрим дальше это странные ребята это был нормальный юмор опять понеслась что думаешь про google пиксель 6 про не люблю флот на стриме помните что много очень людей пишет дальше близки я кстати ван класс 10 про пощупал глупайте мне понравилось но лишь для любителей использования однозначно пиксель 6 про обзор был на канале как у 6 я бы не покупал он rgs про хорошие часы обзор можете посмотреть на канале не а3 все еще имеет возможность снимать уже час двадцать одну так 4к 60 pps точно шлакоблок рт лучше даже не в руки не не беря вообще меня аж передергивает как вы можете сравнивать какой-то шлак который вам пиарят по телевизору ну по-другому не сказать это уже телевизор это не youtube блогеры не ходят стечь но понимаете кто-то ходит с айфонами кто-то с ван классами я того допустим маркобесные пока f3 то хожу стечна infinix black black чего-то там ход вы его мы не будем ходить дамы будем о них рассказывать потому что есть люди которым хочется доказать что они вот самые умные и у них телефон классный им охота вот кому-то подарить деньги что скажешь про iphone 14 про скажу что буду покупать какой сяоми порекомендуешь до 30000 сяоми 11 и 11т про сани подскажи huawei нова 9 вообще не рассматриваю лучше 11 лайтон я если новый шапка волк life опоздал придется в записи посмотреть если наберем тысячу лайков запись будет если нет то не будет а samsung watch 5 про стоит брать дмитрий селезнев 30 тысяч рублей я не знаю но для меня это много я на них сижу и смотрю в прямом смысле мне дорого с infinix им ходят все блогеры африки да дмитрий особенно те кто не может ничего выгрузить one plus 10 про или 9t gt2 pro gt2 pro в глобале плюс-минус те же пак тапки биби кей до 40000 что лучше было брать one plus 10 про так как себя чувствует на сегодняшний день north 2 спросите в телеграм-канале взаимопомощи я хожу с а пока f3 айфоном 13 pro max а долго ли по факту держит ресурс современные смартфоны с мощными зарядками ридми к 30 третий год вполне нормально так конечно долго на три года их всех хватает и мне охота чтобы с ними кто-то судился станет что скажешь про 9 one plus 9r если андрей он у вас на руках оставляйте не парьтесь еще года полтора не беспокойтесь осуждаю себя за сленг лео кинг хотел оформить предзаказ на iphone 14 pro max 256 117 адекватная цена адекватная плюс-минус опять же неизвестно я тоже хочу оформить посоветую smart диагональ 6,4 дюйма в районе 25000 чтобы более менее как понять чтобы более-менее топ-10 смартфонов до 25000 в описании если достойные аппараты небольших размеров конечно их море просто samsung s22 s21 так важна камера пиксель 6 sams s22 one plus 10 pro я бы взял сам из с 22 а если смысл менять 9r на rts больше с небольшой доплатой нет 6,4 дюйма понятия ними у меня по-вашему тоже в голове табличка еще раз есть таблички на telegram канале взаимопомощи напишите андрей вам скинет по телефонам часам наушникам и почему он еще делал по моему по телефонам часам и наушникам в excel с примерами стоимостью обзорами что скажешь о часах за blade blaze накупил их несколько штук лежат на каком смартфоне на твоей памяти лучше всего оптимизирован владислав япурян у меня был стрим сейчас для кого я еще раз повторяюсь мне абсолютно неважно какой сенсор какой процессор меня интересует итоговый результат чтобы я это смог нормально скинуть от рендерить вставить в youtube и вы получили обзор смотри бельный и пока вроде бы учитывая просмотры у меня это дело получается еще раз повторяюсь что у меня в основном это на яблоки снимаются и на вам класс 9 про я знаю еще одного топового блогера не еще одного а топового то есть я средняк а тот миллионе который снимает все время на самсунге стоит ли менять самсунга с действия на с 22 однозначно дима пора бы уже как тебе анкера q30 45 дорого дорого люто дорого абсолютно не понимаю за что они столько денег желают вот так костя валанин валатин я донат и пропускаю тут костя валатин спасибо большое за донат 3 3 не лишняя запасной самый лучший новый смартфон с новым большим экраном самым большим экраном это все раскладушечки точнее вот эти вот штуки huawei самсунге я их покупать не буду я считаю то вар прайснутый перебор не забываем прожать лайк будет 1000 лайков стрим оставлю видите специально сижу чтобы не удалять его саня подскажи телефон лучший за 60 тысяч iphone 13 про не хватит 13 для съемки не для съемки я бы купил с 22 за 60000 это реально сейчас сделать саня капитальный салам если минусу он класс 10 про все в обзоре на youtube канале пользы нет есть обзор на 10 про и все apple watch ультра зашли если я вам скажу честно что я не смотрел вообще меня не интересует все это меня не интересует презентации меня интересует железка еще раз да может быть вот в этом смысле я плохой блогеры меня не интересно смотреть я не мусолю мне не интересны кто что пишет на заборах как это красиво потому что тысячи раз у меня была ситуация когда я читаю одно обещаю людям одно получаю в руки другое и ощущение у меня от этого вообще третье не обсуждаю интересно мне айфоны последние до буду ли их стараться купить да если у меня найти на это средство до хочу ли я купить ультра до какой смартфон купить для игр как выглядит все это дело понятия не имею видел только в ленте новостей я даже не открывал их где твой магазин где до гаджеты продаешь дмитрий у меня нет магазина тут похоже на канал пользы нет магазин написано не понял напишите где-нибудь где написал что магазин друзья все ставим лайки да спасибо большое за напоминание по вашему какой среднебюджетные самые самые one plus 9 рт еще раз толпа посмотрите специально сделал в этом году два топа для людей которым лень смотреть много до 25 тысяч рублей и дороже 25 тысяч рублей все думать не надо за вас уже подумали дальше а сани сначала берет смотрит и тестит да что скажешь а ну без 40 про я за 40 с по моему купил я очень надеюсь что она не умрет у меня от одного только обзора и я ее продам как страшный сон это третий эшелон motorola lenovo nubia даже вот этот вот red magic это все все это 3 эшелон 3 3 вот это не 3 а за срок фон black shark это не 3 вы можете прокачивать и оплачивать разработку по доходы что угодно кому угодно но без моего участия окей сначала опоздал на стрим пошла смотреть сначала поставила лайк ксю ксю йорке вполне возможно кому-то нему не получится это посмотреть что думаешь о смартфонах штучно даниэл к они пытаются купить размещение на моем канале еще раз повторяюсь уже месяц пока у них не получается потому что это мрачный шлак больше чем in phoenix вот знакомый кулер на фоне даст да только не ультра сберегите себя однозначно вся какой взять с очень хорошей камерой без шима цена важна без шима не samsung iphone возьмите 13 про 14 про макс купите или про там какой последний сани asus 9 будет на обзоре алим показал что мне его не высылают не любят меня asus вообще не любят в ритейле российском я покупать за такие деньги не буду а редми ноут 10 про норма нет старый смартфон не рассматриваю саня что купить чтобы за 30000 чтобы снимать видео что угодно чтобы я купил это сяоми 11 11 то про по-братски накиньте лайков до для 1000 до дмитрий григорий сметанин спасибо тогда стрима станется с филом тантаран здесь нет рекламы подскажи троттлинг xiaomi 12 сильно портит жизнь в игры не играю нет не сильно если вообще не играйте в игры то он все эти троттлинг тесты которые мы вам показываем на каналах на ютюбе это неважно почему не стоит покупать от феникс потому что это шлак хеллш хешер добавьтесь telegram канал взаимопомощи либо не добавляйтесь либо не приходите на мой канал потому что еще раз есть люди которым надо зарабатывать деньги вот идите туда где делают обзоры для того чтобы помогать брендом развиваться зарабатывать на вас я не не вижу смысла я всегда считаю что лучше доплатить 2000 рублей и купить что-то с брендом нормальным программное обеспечение чем себя мучить мне кажется точно не к некая реинкарнация лейка если помнишь таких близкие да да ну они прям вообще блюд и они прям со всего отовсюду пишут такие типы настойчивые да мне кажется будет у меня точно опять же я предупрежу что это рекламный обзор потому что не рекламная там езды об стену его разбить ну так свет скажи когда будет обзор на сяоми бат 4 pro кстати скоро скоро где-то четыре дня им до меня чуть-чуть осталось добавьте лайки да и тогда можно будет пересматривать и смеяться надо мной а дальше свой рок 5s уже получил брал по скидке с твоего поста поста а мне даже не выслали чувствуете ощущаете как бы отношения вот вот она отношения ненавижу вот как разус можно нормально к ним относиться если ну вот мне они не посылают не они упорно не послали честно вам скажу когда покупал его то есть у меня уже закончился даже период ожидания я вот прикиньте я покупал купил 60 дней назад его получается когда очень подло с их стороны смешно над обзором точно ты его разбираешь разбиваешь народ ставим лайки хочется в записи посмотреть надо клеймо написать нет третьему эшелону нагрю мне не все так мрачно но у меня если будет он будет 3 эшелона еще раз повторяюсь либо я буду это дело просто разносить и разыгрывать как смартфон допустим там с ешку 20 one plus вопреки всему несмотря ни на что я буду разыгрывать потому что ну а точно не будем что-то слишком много раз вы его продаете наверное да спасибо за творчество ваши обзоры смотрю селут спасибо пока m5 будет на обзоре да надеюсь потому что вот это вот дело у меня уже полтора месяца я не могу себя заставить на него сделать обзор так же как не могу заставить на себя вот на это сделать обзор так же как не могу заставить на себя вот на это сделать обзор еще много на что я не могу заставить себя сделать обзор я думаю вы понимаете почему не вижу смысла шлак этот обозревать ну вот видите люди приходят даже на стримы и спрашивают обзора техники там сторонние маркетологи очень агрессивны тут согласен возможно сам бренд не участвует ну как бы они нанимают кого-то логично я тебя отошли 5s делаешь обзор чем чем у меня хватает девайсов я еще раз отношусь тоже к этому из разряда но не прислали ну и черт с ними дальше какую bluetooth колонку посоветуешь 57 тысяч рублей то всегда если 57 тысяч рублей это анкер motion плюс смартфон ну по ты же говорил что у тебя никогда не будет реклама с упоминанием рекламу почему нет вас не заставляют это дело все смотреть реклама подразумевается когда вы не говорите что это реклама если вы ставите шильдик то вы просто отдаете рекламный просмотр меня вообще их еще не было уже на езда за ты аксон 40 ультра будет обзор нет подскажи пожалуйста стоит ли менять сяоми ноут 10 и на сяоми 11 ультра нет пока не надо ну и смотрит все зависит от цены вопроса бесплатно почему нет чем плохо по find x5 про и лесов съемкой нет ни на свои деньги он снимал когда его тестировал сейчас может быть уже все допилили что скажешь про пока f4 скажу посмотрите мой обзор нормальный телефон смотря за какие деньги опять же привет первый раз у вас на стриме как думаешь купить телефон или снять квартиру на месяц с девушкой пополам если с девушка однозначно снять квартиру мобильник у тебя мобильники у тебя везде разбросаны да да везде дальше что скажешь про iphone 14 про думаю хочу его купить как тебе huawei по 50 про смешно год назад я делал на него обзор больше год и три месяца наверно уже посмотрите это абсолютно старая модель там миллиард уже просто отзывов по поводу нее было не забываем прожать лайк тысячи лайков наберем и мы оставим этот стрим привет саня xiaomi 11 pro для записи видео лучше чем 9 рт но я вам не говорил но я вам не говорил но поняли какой твой основной телефон iphone 13 pro max и и ванпла о эпоха f3 кстати в пока f3 почему-то больше сижу временно еще такой извиняться за рекламу не стоит такая еще нет близки и и еще нет я вот каждый раз обещаю уже чертова туфель бал уже три года я обещаю не не получается у меня договориться со мной договориться наверно правильные сани но опять же реклама одно дело если ты ставишь шильди кто-то просто рекламную площадку оставляешь и все реклама это когда ты впариваешь и не говоришь что это шлакоблока на стриме предупреждая и потом не говорю что это рекламный обзор понеслась все а сяоми 11 light смотря за какой из за какие деньги спасибо за ответ про тротлинг последний вопрос что интереснее не для игр пиксель 5 или сяоми 12 я вся вами взял однозначно стоит ли менять а 10 т про на one plus 10 т про да вам он понравится а сани почему до сих пор на f3 я не знаю я не день не сложно вам объяснить если не говорить что реклама это зашквар зашквар ну как бы это зашквар то есть если ты не говоришь реклама это зашквар то ты ее лишь ну кому хочется смотреть рекламу вот плюсик поставьте кто хочет на моем канале увидеть рекламу вот кто дальше я без шуток это зашквар то есть это я пробиваю дно в каком-то месте пока не пробиваю xiaomi 12 light за такие деньги за какие деньги стоит брать не скажу мне нет в голове этого почему-то потому что я давно не постил слишком старый smart по поводу еще раз зашквар а по мне не зашквар это рассказывать о любой железки формате разноса то есть ну вот в этом смысле можно брать что угодно хоть пылесос обозревай хоть не знаю там штативный кусок а вот если ты уже шильдиком делаешь то ты получается просто тратишь время человека потому что он может эту рекламу посмотреть в интеграции допустим тоже даже у тебя хотя у меня интеграция была только на зарядку которая полгода валялась у гриновская по ум или даже не у гриновская даже не помню какая для меня этой важный вопрос пока вот нет рекламе виктора хоккей подскажи окей будут дошираков но покупать смартфоны всем бонусуар добрался алекс привет как ты думаешь про будущее snapdragon 8 gen 2 он будет как всегда мощнее чем ген 1 все подскажите пожалуйста так viva x80 про ли сяоми с 12 ультра если с 12 ультра на глобалке то ее для для чего для жизни я бы взял сяоми для съемки я бы взял viva вот так речь же не о прямой рекламе просто многих восприятие если прислали на обзор реклама не близкие но это уже давно не так опять же точно мне просто так на обзор бы прислали не они кстати не предлагали прислать им все равно то есть им нужна именно реклама реклама я поэтому и говорю про это саня как тебе huawei по 50 huawei как тебе по 50 huawei никак я его не тестировал мне он не интересен был у них старые процессоры у них старое все у них ничего нового у huawei нет год назад huawei по 50 про был крут пусть 4g пусть там процессор не очень но сейчас это уже атовизм опять же не атовизм если вы снимаете фото видео вы привыкли к этому делу час 41 уже на о3 живет роман f уже все заблокированы навсегда ворка добрый вечер добрый стоит ли менять iphone 13 про на 14 про как я могу ответить если у меня 14 про нет на руках мне скоро приедет c31 поздравляю если сейчас телефон который бы мог сравниться с 3310 они как-то по-моему реинкарнировали 3310 вот он же наверное так подскажи пожалуйста realme gtno 2 за 20000 хороший телефон глобалка ну вот вы не пишите посмотрите топ-30 точнее топ-30 а 30 вещей на которые нужно обратить внимание с стрим сохраненный при покупке смартфона прожимаем лайк если будет 1000 лайков напоминаю что я стрима ставлю нет не оставлю дальше стане помоги выбрать телефон до 10000 рублей где будете покупать какой-нибудь пока на c40 очень ужасен нарзы я бы взял ищите нарза 4 гектара оперативы ищите в телеграм-канале я скину завтра тогда приличные штуки я не против шнурок спасибо за мнение я потом но видите я спрашиваю лояльной аудитории потому что вы приходите на стримы значит вас интересует моя моё выживание выживать ну в общем вы поняли а если вы не знаю я хочу чтобы была реклама реклама даст развиваться каналу и появлению новых видео главное чтобы видео проговаривалось что это реклама а не мнение пам-пам окей горденко хорош у меня сегодня этот телефон купили работаю в мтс моя твоя слышит к сожалению это тоже заблокируем сани у меня банк класс 8 про стоит ли менять на 10 про если горит и вас достал 8 про туда если нет то нет сань ты себе lenovo легион планшет брал и и p1 сейчас лучше бы себе ничего не понял lenovo легион я хочу продать вот и не продается он вообще никак даже никто не пишет по поводу p11 huawei я против любых девайсов тем более планшетов без google сервисов если это не ios системы если бренд хороший смарт хороший понятно сани скажи чем занимался до того как занялся обзором и 20 лет в саров 32 льготных 19 лет ладно и 7 месяцев по моему календарей подскажи пожалуйста realme gt2 про очень и версии или google пиксель 6 ни то ни другое приветствую как думаю стоит ли меня тяну 20 ультра на на с 22 ультра зачем дмитрий о георгий коваленко зачем вам его менять стоит ли сейчас покупайте iphone 13 про смотря за какие деньги я видел за 76 на яме и по-моему даже постил но не уверен если вы можете за 76 купить однозначно да хотя помним что даже платить смартфоном вы не сможете только если будете хитрить но надо ли вам это вот это вопрос кстати пишите как вам звук сегодня на стриме сегодня я стримлю через blue прошу чку план про правда вот эта вот штука надеюсь не отвалится ощущаете ощущаете росту но через кабель потому что здесь очень странный xlr ный кабель и я купил его и он не подходит к звуковой карте которая купил эпичный файл правда не китайская версия realme gt2 про до джитин хорошо а редми ноут 11 про норм для игр да да почему нет подскажи пожалуйста почему не попал в топ планшетов о папа т.р. маверик потому что есть аналоги от рилме наверно плюс-минус то же самое у рилме это будет дешевле и пусть это будет китайская прошивка но реально дешевле а железка то же самое но бибики но это плюс-минус то же самое так сейчас все огонь но еще раз это я не к тому что спасибо за жужу саня что скажешь против watch 3 pro вообще тег очень не рассматривают покупки против них на у 2 на у 3 хороший вариант развития событий если на у 3 будет глобалом слышно хорошо гриша спасибо а какие-то vds наушники взять за 2000 на у 3 посмотрите телеграм-канал скидок в описании там много вариантов до 2000 рублей и q20 ну т20 катки сивай и можно брать рилме любые саня будешь ли брать на обзор будущий made 50 huawei вообще не рассматриваю вар прайс бесполезный и так предлагали не хочу не интересно не могу рекомендовать штуку без google сервисов самый поэтому не хочу ее обозревать в принципе подскажи чем плохо рилме gt2 pro хороший смарт на глобале почему плохо я его советовал в каком смысле плодите про iphone 13 про может не так услышал покупать за 100 нет так он новый стоит 7678 на яме вы куда константин веселов вы меня убиваете пусть в минималках но зачем вам максималка будете потом скидывать как и я в облако и все сани сделай свежий топ smart часов окей samsung только накидывайте мне а самсунге куплю 3 3 pro или как там самсунге последние 5 про и потом их разыграю давайте до донатов у меня за три жизни донатов я была на этот час и жалко мне денег ну жалко тридцатник за тридцатник я куплю smart очуменные потом его продам привет скажи про samsung м52 скоро будет на 52 обзор стоит ли сейчас брать али ван пласт 10 10 про или лучше ждать скидок ждите когда 1 октября таможне будет 15 процентов с двух сотен евро это сарказм к слову вы поняли никакие скидки не прикроют это дело вы понимаете 15 процентов таможенного сбора 15 у меня глаз задергался все хана мне не будет у меня смартфонов будут одни браслеты часы еще отвертки буду обозревать вам от сяоми или серого или ксеровозом ладно давайте давай все донат и без проблем дмитрий да не тебе все стоп это сарказм был брать 9 рт сейчас за какие деньги до 25 до него 2 китай намного хуже глобалки не считаю глобалка актуально китайская версия вы будете с оповещениями мутить с одного еще чем-то вам пласт 9 про хуже айфона 13 про да намного во всем и в автономности его съемки и фото и все тоже смотрел сегодня часы для девушек хотел заказать понятно не забываем прожать лайк тысячи лайков я этот стрим оставлю на ново 9 и сейчас слышу без google сервисов мертвые телефоны до app gallery ну и что ну и что ну и что я в тот момент думал что google и просто за я скупил huawei все у меня еще два smart huawei вских не распакованных с февраля лежит потому что я думал что сейчас нас просто отрубят и все но пока не отрубили я наконец продал f3 решил брать вам класс 9 решил все-таки новая прям глобальная брать правильно у нас такие цены которые дают гарантию остальных черных страшно покупать серых они черных константин я не знаю где вы берете мне неважно это ваше решение то алибаба это головняк лютой даже я не справился вы сможете покупаете почему нет я даже риски там не понимаю саня подскажи по твоему мнению оптимальный телефон для обычной жизни допить за 50 тысяч рублей где покупать где где вы будете покупать за 50 тысяч вопрос просто в этом за 50 тысяч ван пласт 10 про легко купить его бы я взял а что выбрать самсунг а с 20 фе на драконе или ван пласт норд 2 я бы взял samsung однозначно он r50 вообще не рассматриваю нихуа вы неонор нормально или смартфон сяоми мне 11 ультра глобалка за 45 за 34 нормально за 37 нормально за 45 ненормально стоит долго выбирать между ван плацейс и эпоха f4 джете чтобы бы чтобы я взял я есть бы взял хотя мне такая с этих дименция не нравится но вот там хороший смарт дальше mosfet gts4 mini на руках так же как gt2 global новая 2022 года реинкарнация еда я поругался даже сама с фитами они мне что-то когда-то присылали пару раз там с возвратом x и где-то два года назад тоже то еще история дальше привет на чтобы порекомендовал пока x3 x3 сейчас фото и видеосъемка сяоми 11 то саня подскажи альтернативу айфону xs у бюджет 27000 ван пласт 9 рт топ-10 до 25000 смотрите упала себя железка да вот с этого стаба стоит ли менять самсунг с 10 на он плац здесь правда дальше какие еще вопросы называю поражать лайк тысячи лайков и мы с вами оставляем этот стрим чтобы вы могли делать нарезки вспоминать мне что-нибудь через лет пять саша есть перспективе топ смартфонов с влагозащитой или флагманов без нее слага защита очень мало всего близки я думаю ты прекрасно это знаешь и вопрос наверное будет может быть топ сделать здесь формате стрима потому что пилить его но хорошая идея кстати спасибо подскажи пожалуйста еще компактный телефон до 30000 желательно за 20 мне лопату не для игр так за 30 или за 20 дальше добрый вечер подскажи для съемки видосов на телефон 30 35000 где вы были топ-10 внизу у меня а так 11 11 про риме 3 нео лучше r3 нео лучший за полторы а топ скоро будет ну да вы не они одни из лучших астане 11 а light 5 джейн е 8 128 за 22 тысячи я не хочу слышать эти цены я не хочу я вот просто не хочу это какой-то сюр это риме джетти на 3 нет это прошлогодний шелка хороший прошлогодний телефон перепробовал много смартфонов с серия самсунгов вне конкуренции айфона пробовали опять же ваше мнение друзья ставим лайки да если брать телефон за 50000 что конечно с али ван класс 10 про до нео 3 нео 2 с китая норма ну как бы я вам расскажу страшную тайну смартфоны все там и собираются у нас вообще ничего не собираются а ван класс 9 pro 12 256 сейчас за сколько можно брать я похож на что я не знаю где в какой период сколько готовы ждать купил риме джетти на 3 глобальную версию пожалел 4k без стабилизации июля у меня в обзоре как-то что-то по-другому было какая-то другая картинка вы за 3000 за 23 тысячи рублей знаете что-то лучше я не наезжаю мне просто вот интересно окей вы посмотрели обзор у меня было лучше стабилизация чем у вас сейчас александр для фото что оптимально viva x80 про плюс x ноут нет на руках айки а у 9 pro 10 про очень все близко x80 про и айки а у 10 про разумеется было бы лучше почему потому что модель новее не считаю что x80 про хуже по съемке чем x70 привет в топ по съемке надо сэкономить купите x80 просто айфоны новые обсуждали акаша я не обсуждаю новые сморты я их покупаю и потом делаю обзор а потом уже они у меня как-то в каком-то моменте времени куда-то встают в голове я могу их советовать или нет сейчас потому что я до 1 октября 1000 евро в месяц на один девайс с 1 октября 200 евро и потом 15 процентов мы будем переплачивать если ничего не поменяется а какую самую сладкую цену видели на он класс здесь про полу 35 они стоили 34 800 или 34 609 рт за 26 неделя с ним пока все нравится это жир норма цена лучший компакт какой взять если бюджет не ограничен на крутой с камерой iphone 13 мини мое мое мнение супер компакт лучший если нет то тогда идите в жужу не трать деньги тебе они понадобятся на учебу идея вышку получай буду тебя гнобить прям на стриме высшее образование надо пасибо так по поводу все-таки если есть возможность почему не получить если живешь петербурге правильно пам-пам беспроводные наушники до 5000 все зависит от смарта еще раз заходите на телеграм-канал запаму взаимопомощи вам подскажут что взять до 25000 а и али для игр на утре лучше попытаться глобалку либо one plus из либо из racing edition будет прям цвет блеск появилась ли стабилизация в глобальной версии смартфоны на утре об этом вы узнаете в ролике я еще не делал обзор но это дело снимает уже два часа но потом посмотрим сколько файл да по размеру ради интереса сани выпуск каждого будущего телефона ты сам ждешь ну не всех но яблоки мне интересно именно купить и походить с ними вы случайно не продаете x80 про уже давно давно продан продал f3 новый купил iphone 13 фото фатальная ошибка да нет юзер экспириенс почему нет вы же покупаете игрушку вера и правая служили в твс 2019 года перешел на линк бац с мужики я доволен как слон роман из не сомневаюсь потому что обычно когда кто-то хейтит сони я всегда в голове держу что все что я слышал от sony плохим ни разу не было и ну есть люди которым sony не нравится просто за 11 т 22000 это просто цвет блеск не знаю какие синонимы подобрать нужны часы девушки из функций круглые часы ответ на звонки самсунги смотрите из них сколько будет процент после 1 октября 15 процентов если ничего не поменяется они могут что-то в уточнении какой-то выгрузить не забываем прожать лайк 1000 лайков стрим остается 3000 стрим повторяется а где учился по северо-западной академии госслужбе при президенте российской федерации гимн государственное муниципальное управление и мажайка радиоэлектронные средства раз академия vk и меняев мажайского может по-другому как-то уже что можете сказать о samsung бац про посмотрите обзор там мое мнение норм уши но большие xiaomi 12 с когда обзор будет когда куплю я не купил новый смарт от sony нет в планах на покупку ахала и точная sony покупать никогда не буду и советовать тоже это ультра сюр это какой-то атовизм я не знаю их дарят может быть кому-то но в здравом уме пойти купить sony ты должен быть очень богатым и человеком и ты должен быть фанатиком фанатом марки бренда ты хочешь ты должен хотеть подарить эти деньги японскому бренду потому что они не делают ничего на эту стоимость мое субъективное мнение дальше стоит ли сейчас брать новый iphone 11 за 40000 заранее спасибо нет однозначно лучше iphone 13 купить за 50 и да реально это купить ван пласт бац про сильно лучше чем z2 ван пласт бац про да ощутимо дальше саша привет спасибо за работу подскажите смартфон 11 т2 на за 33 тысячи до стоит но лучше 11т про пытаться до тридцатки где-то как-то урвать когда обзор на huawei фрибатс pro 2 купил только вчера я не хотел их покупать в ритейле почему не потому что дорого потому что я переплатил бы тысячу просто по моему опыту huawei в российском ритейле продает девайсы хуже чем в глобале почему сейчас расскажу на примере 5 секунд спрятал куда-то куда-то наушники спрятал только что заряжал специальную но не на стрим кратко вот допустим наушники наушники р подсеки р подсеки 1 р подсеки 2 3 и 3 про у них есть беспроводная зарядка упрошек у huawei в фрибатс их 4 в глобальной версии в китайской есть беспроводная зарядка бокса в версии для российского рынка нет добро пожаловать в наш мир для нас без беспроводной зарядки продают вот и все что я хотел сказать вот вот занавес не забываем прожать лайк тысячу и оставляем обзор one plus 10 про хвалят за цена-качество да да с 22 или iphone 13 13 про да уже вроде набрать набили почти вон плац бац и норм норма лучшие для фото будет отдельный стрим если наберем 3000 лайков если не наберем стрима не будет доброго вечера сильно опоздал вы уже все теперь громко извините пока x4 джетти стоит покупать пока x4 джетти смотрите обзор максим дымит нормальные нормальная тема ты кстати не купил еще huawei фрибатс про 2 близкие только что сказал что купил за 11 600 по моему 11 600 сейчас я посмотрю ценник 5 секунд я вчера постил 11 473 дальше пиксель 5 в 2022 году не актуален 1000 лайков да спасибо сань посоветую пожалуйста power bank с быстрой зарядкой для вам класса 10 про за ты за этой ешки за мая нету разве power delivery я не помню по моему есть или смотрите спеки в телегу взаимопомощи напишите немного не по теме у тебя очень много оправ где покупаешь очки еще раз повторяюсь это все сяоми у меня единичка зрения я просто от вот этого света и от ветра и вообще у меня привычка прятать глаза потому что мне почти с ракет у меня единичка постоянно у экранов и мой выбор это оставить себе зрение ну как бы это разумно правда что лучше всего взять из андроида несмотря на цену viva x80 pro для видео по видео месту с 21 с 22 разница серьезная она заметная но не критичная для ютюба это точно всем огромное спасибо что пришли набиваем если 3000 лайков то в следующий раз мы с вами встречаемся завтра на твиче постараюсь погонять либо рок 6 фон либо это дело при том я буду стриме через карту захвата будем смотреть как все это дело будет работать надеюсь работать будет потому что сегодня это дело отвалилась благополучным образом прямо во время стрима как вы заметили смотрим два часа три минуты на 3 отработал у нас съемки 4k 4k 60fps смотрю я файл сколько весит если он сохранится он вообще он думает он думает очень долго думает согласится и продолжить и будем смотреть мне кажется что он не сохранил неужели не сохранил альбомы видео есть есть файл сведения 42 гигабайта вот смотрите видите не зря мы вместе собрались neo3 глобальная версия два часа три минуты 42 гигабайта файл и прикиньте вот это дело скидывать по юсб 20 с гигабитным интернетом 2 но вот легко согласитесь это опять же все по поводу этих десяти пунктов всем кто не согласен еще раз это мой взгляд это не взгляд о супер топового блогера есть супер мега гу больше там миллионники 10 миллионники есть люди которые снимают только на камеры на камеры потому что это их и амплуа и хлеб и еще много всего я снимаю нас марты получается пять лет каналу почти там четыре года и и 70 миллионов просмотров больше тысячи роликов я не потерял как вы видите вообще никакого запала даже два часа могу с вами общаться при том мне очень приятно вас всех видеть посоветуйте наушники все советы еще раз телеграм-канале взаимопомощи подписывайтесь на телеграм-канал взаимопомощи телеграм-канал скидок администратором огромное спасибо кто дошел опоссум и не только опоссум дмитрий все кто администрировал сегодня стрим даже когда 400 человек в онлайне это очень а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...